Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Мой предыдущий краткосрочный прогноз отработал, но хочу вам сказать, что сейчас прогнозировать на таком рынке, ну, дело действительно довольно неблагодарное. Причина заключается в том, что на данный момент у нас отсутствует как активный покупатель, так и активные продавцы. Реально, у нас сейчас такая ситуация, когда вроде и покупать дорого, и продавать дешево. И действительно, сейчас ходить в торги интродэй, ну, довольно проблематичное занятие, по крайней мере для меня. Некоторые ребята у нас торгуют интродэй, но мое сугубо такое, наверное, субъективное мнение заключается в том, что риск, который на данный момент есть, он действительно неоправданный. Причина в том, что данный уровень, на котором мы сейчас с вами находимся, поддерживают боты. И когда ты открываешь дневку, видишь, что волатильность была в районе 30 долларов, при этом объем проторговки был в районе 10 миллионов долларов. Ну, блин, это вызывает довольно такие странные ощущения. Но все же я готов с вами поделиться своим соображением по дальнейшим краткосрочным и среднесрочным движением главного актива, а также эфириума, так как, ну, больше сейчас часть активов у меня все-таки в эфире. Уже отвечал на вопрос, почему так, но все же продублирую, по той причине, что, в принципе, движение эфира и биткоина, они абсолютно сопоставимы, но эфир дает больший профит в процентном соотношении. Поэтому для торговли для себя я рассматриваю все-таки эфир, а биткоин я буду просто докупать, когда у него будут хорошие точки входа. Но для начала хотел бы вам рассказать о проекте, который затеял мой коллега по цеху Илья Огневой. Наверняка многие из вас о нем слышали. В общем, он задался целью приобрести аналитику ведущих специалистов по трейдингу по всему миру, чтобы обладать информацией, которая доступна довольно узкому кругу людей. На данный момент Илья создал закрытую группу, и тут я хотел бы обратить внимание, что аналитики он купил уже почти на 6 тысяч долларов. Самое такое серьезное вложение – это приобретение подписки от Crypto Capital на секундочку 5 тысяч долларов в год. Также им была приобретена аналитика от Нью-Йоркской трейдинг-компании Delphi Digital, которая стоит 300 долларов в год. И еще было приобретено разные аналитики почти на 1000 долларов. Сейчас, соответственно, Илья проводит набор в группу. Вступление у нее совсем недорого стоит, но эта стоимость будет увеличиваться, потому что количество аналитики будет увеличиваться. Поэтому, если вам реально интересно посмотреть, как выглядит информация от серьезных аналитических контор, ссылку на вступление в данную группу вы можете найти в описании. Илья – человек серьезный, Илья – человек с большой аудиторией, к нему есть большая степень доверия, это не какое-то там кидалово извне. Ссылочку найдете в описании, а мы с вами продолжаем. Ну что, друзья, давайте взглянем на график биткоина, посмотрим, соответственно, что тут интересного у нас рисуется. Давайте откроем 30-минутный, здесь лучше видно, как в прошлом выпуске обещал. Чуть-чуть у нас с вами подняли актив и опустили как раз до уровня, ну чуть выше он остановился, я обещал 3950, упал 3960, от него начали откупать. Теперь давайте посмотрим, что же у нас формируется на данный момент. Для начала знакомая довольно ситуация, которая я говорил, то, что это у нас медвежий сетап. Собственно говоря, на высоту дампа мы почти с вами ушли. Что есть смысл сейчас ожидать? Сейчас есть смысл ожидать у нас краткосрочный легкий откат в уровень 3950, потому что явное отсутствие объемов у нас с вами, не хотят подхватывать это движение. Если открыть трендовые индикаторы, посмотреть на четырех часах, тут видна абсолютная нейтраль, MACD показывает, что в принципе пойдем вниз, никакого еще намека даже на пересечения скользящих у нас с вами нету. Но определенно, здесь краткосрочно рассматривать рост я не вижу смысла. Здесь самый вероятный уход в уровень даже не 3950, вероятнее всего уход в уровень 3900. Думаю, этот уровень у нас немножечко подкупают боты, потому что сейчас очень видно, что каждая консолидация вообще-то редкая штука, то есть что такая волатильность, то есть движение и пошли в бок. Это просто торгуются боты, то есть это не похоже на волатильность, когда реально участвуют трейдеры. Да нет, вы что, определенно здесь мы сейчас краткосрочно ждем откат, ближайший уровень 3900, поэтому ждем его. Но, конечно, здесь движение явно просится в уровень 3750, потому что мы с вами должны не забывать про среднесрочную формацию, то, что у нас здесь был слив объема, в принципе, это медвежья формация среднесрочная. Учитывая, насколько мы вверх с вами ушли, то как раз уровень 3750, даже может чуть пониже 3650, это уровень, который мы с вами в среднесрок можем ждать определенно. Тут какой-то пробой уровня 4300 и выше, он очень-очень-очень маловероятен. Давайте посмотрим на дневках. Так, дневки. Дневки у нас тоже показывают поход вниз, даже учитывая то, что, ну, я бы не сказал, что здесь какая-то перекупленность актива, но все равно, в принципе, индикаторы показывают, что актив довольно перекуплен, поэтому уровень 3500, 3600. Ребят, среднесрочно точно ожидаем. Посмотреть ситуацию совсем интродэй, ну да, легкий рост, но это легкий рост, выше уровня там, это получается 3, ну, выше уровня 4000 долларов, нас никак не поднимет. Нет, определенно краткосрочно будем. Интродэй чуть-чуть поднимут, а краткосрочно там на несколько дней вперед. Вот, ожидаем этот уровень 3900, 3950. Также давайте посмотрим с вами ситуацию по эфиру. Вчера, конечно, он меня немножко понервировал на вот этой просадке 134, на самом деле нет, я смотрел 133 было с чем-то, думал, что надо вскочить в актив краткосрочно, но, знаете, это вот за руку себя потянул, потому что, ну, действительно, риск не оправдывает. Да, очевидно было то, что от этого уровня мы с вами будем отскакивать, но, блин, не настолько, потому что здесь, видите, какая консолидация была здесь, ну, серьезная, но кто сказал, что отскок, а потом не будет сразу резкий дамп. В принципе, здесь тоже определенно у нас рисуется сетап нисходящий, но у нас тут с вами по эфиру довольно серьезная поддержка, видите, то есть здесь идет на уровне 135, ну, 137, на самом деле, это поддержка, я тогда уже высчитывал, показывал, 137 долларов, это поддержка, очень много штурма для нее, и все же, ребят, я думаю, вот что-то подобное, ну, вероятнее, что-то подобное не повторим, но вот уровень вот этих вот значений 115,4, ну, это старт, то есть 117, я уже обозначал то, что планирую на уровне 117 заходить, это будет довольно хорошая точка входа, на данный момент у нас полностью подтверждается эта формация, и действительно, очень много тестов у нас этой поддержки, думаю, она будет пробита, плюс, учитывая ситуацию по биткоину, биткоин тоже вниз потянет, поэтому здесь рассматривать какой-то пробой уровня 155-160 в средний срок, ну, просто, ну, не вижу я смысла. Ребят, очень мелкий объем, и это все про торговку ботов, давайте посмотрим по трендовым. По трендовым в краткосрок, краткосрок, трак МСЕД уже сужается, тут перекупленность, краткосрок, откат до уровня 134,5-135, ну, это вот интродэй, сейчас посмотрим на несколько дней вперед, на несколько дней вперед тоже, то есть вполне можем ожидать уровень 134, возможно, чуть пониже, наверное, 134, вот плюс-минус в этом канале будем болтаться, навряд ли нам сейчас закинут объемы. Рассматривая ситуацию по дневкам, точно так же не видим никаких предпосылок к развороту по скользящим, нет, тоже откат, откат уровень, ну, здесь вот 100, как раз 117-120, это будет довольно адекватная точка входа, потому что потом от этого уровня, в принципе, будут нас прокидывать до уровня 125-130, это будет уже довольно адекватный процент и вполне оправданный риск. Друзья, потому что, когда вы входите в стелку, действительно довольно важно вот это вот соотношение риск-прибыль, его чувствовать, потому что, ну, вы там влетите на какую-то крупную сумму, там выхлоп будет у вас 100-200 долларов, а потеря, там, возможно, 1000 долларов, нафиг она нужна такая сделка, надо здесь прорабатывать риск-менеджмент, торгуете на других биржах, ну, я не знаю, я не сторонник стопов, не потому что у меня на бирже стопов нет, а потому что движение ботов, они всегда рассчитаны на то, чтобы вот резко вынести уровень стопов, потом пойти отраздать, чтобы человек, ну, грубо говоря, сразу потерял, а тут, когда ты смотришь по будильникам, по тем же, смотришь в моменте, то есть, что происходит, какие объемы, будет ли дальше отскок или дальше актив будет проседать, ну, так как это оперативнее, мне кажется, легче, да, это мне мешает спать очень, но что ж поделаешь, такой я себе выбрал путь. Друзья, как всегда, стараюсь быть вам полезным, поддерживайте видео лайком, ну, или лайком, если не подписывайся на канал, разумеется, подписывайтесь, да и посерьезки, надеюсь, я вам реально помогаю, как говорит Алена, ты, блин, им помогаешь на халяву, а они тебе вообще ничего не скидывают. И действительно, если вы со мной заработали или просто хотите поддержать меня как автора, в описании вы можете найти кошельки биткоина и эфира для донатов, мне будет приятно, а с вашей стороны это будет честно. Мыслями своим поделился, до следующего выпуска работы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok